всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами посмотрим на bitcoin посмотрим разуметь на самую лучшую криптовалюту в мире напомню вам почему нужно покупать дэш поговорим сегодня про медвежий рынок потому что очень много блогеров даже которых я смотрю принципе переобулись в медвежку и это дорогие друзья неправильно почему потому что медвежий рынок это глупо я выступаю за бычий рынок я верю в то что бычий рынок будет продолжен и сегодня я вам постараюсь объяснить почему же все-таки я так считаю дорогие друзья мое мнение совершенно не меняется то есть здесь я топил что это будет бычка мы увидели отскок здесь можно было заработать и заработать приличную сумму денег на самом деле давайте посмотрим сколько здесь было в принципе процентов дорогие друзья я выступал здесь за бычку здесь можно было взять почти 2x а даже больше 2 весов можно было взять на пика вы дорогие друзья если кто не хотел рискать можно было спокойно фиксировать 2x и уходить с этого рынка но если вы хотите больше то придется терпеть и ждать если вы хотите еще 2x а если вы хотите еще триx а то разумеется придется терпеть и ждать и разумеется добирать крипто валюту я сейчас добирают те альткоины в которые я верю я верю что цикл по биткойну еще не закончен сегодня объясню почему я так думаю собственно дорогие друзья давайте посмотрим на предыдущие циклы и в принципе разберемся какое настроение было в тех циклах то есть какое настроение было здесь когда мы в принципе провалились разумеется очень низко когда мы упали действительно относительно хаев очень низко и в принципе цикл на этом не закончился здесь просто всех очень сильно напугали разумеется люди в панике начали отдавать свои монеты эти монеты благополучно выкупили крупные кошельки которые сейчас занимаются та же выкупом занимаются выкупом дорогие друзья да они действительно докупают пока люди продают пока люди боятся а не до купаются в общем вернемся обратно к этому циклу собственно здесь тоже было всем страшно крупные кошельки выкупали а разумеется Хомяки продавали И дорогие друзья, что было после этого? Разумеется, рост, мы видели кульминацию Мы видели нормальное завершение цикла То есть люди продавали все, что было И несли это в биткоин Разумеется, определенный круг лиц был замешан в биткоине Но тем не менее, дорогие друзья Сейчас намного больше актива И разумеется, людей пугать нужно тоже как-то по-другому Если сделать аналогичный цикл, как был этот или этот То разумеется, никакого толку от этого не будет Никто не поверит и разумеется, будут держать свои монеты и дальше Поэтому, дорогие друзья, мы делаем то, что никто не ждет Никто не ждал похода сюда, даже я не ждал Я бык, я не ждал похода так низко Но тем не менее, мы сходили Все равно я бык, все равно я верю в продолжение роста Я знаю, что мы на днище И в принципе, этот цикл растянули тоже, дорогие друзья, не просто так Давайте посмотрим теперь на данный цикл На прошлый цикл и посмотрим, что было здесь Здесь, думаете, не было страшно людям? Да, конечно, было страшно Они тоже в ужасе уходили с этого рынка И тоже сливали свои монеты Всегда перед ростом идет коррекция И коррекция, она внушительная И коррекция, она идет до тех пор, пока люди не переобуются Из лонгистов в шортисты То есть, когда большинство верит в шорт То уже наступает, разумеется, лонг Когда люди верят в лонг, конечно же, будет шорт Потому что хомякам нельзя заработать на этом рынке Потому что зарабатывают на этом рынке только умные руки И крупные капиталы Они манипулируют рынком только так, чтобы им было выгодно, дорогие друзья Им выгодно вытрости сейчас всех Зачем? Чтобы потом расти Им все равно на теханализ То есть, все равно, как будет вести себя график Им все равно на это, дорогие друзья Им нужно просто заработать Заработать как можно больше То есть, сколько мы здесь будем флетиться Только манипуляторам известно И, разумеется, известно людям Почему? Потому что нужно смотреть на толпу Если толпа говорит, что ту-зе-мун То, разумеется, будет ту-зе-дно Если же толпа говорит, что будет ту-зе-дно То будет ту-зе-мун Так было всегда, так тоже будет всегда Здесь было всем очень страшно Думаете, люди лонговали? Да нет, конечно, они сливали свою крипту и уходили с рынка Здесь, думаете, люди ланговали на этом фитиле? Нет, конечно, они как раз таки уже все вышли из рынка, и только отсюда пошел рост, и то перед, разумеется, самой кульминацией все равно всех еще побрили, и так было всегда, так тоже будет всегда, этот цикл делают, разумеется, уникальным, зачем, чтобы всех запутать, конечно же, потому что большинство все равно на рынке потеряют, вы когда приходите на этот рынок, вы должны сразу расставаться с теми деньгами, которые инвестируете, лично я так и поступаю, я инвестирую только свободные деньги, я понимаю, что я могу здесь все потерять, потому что, в принципе, гарантий никаких нет, гарантий никаких никогда не было, я полагаю, друзья, что цикл еще не закончен, я докупаю те альткоины, в которые я верю, я, в принципе, вижу то, что делают умные руки, я, в принципе, вижу, что они докупаются, в этом году каждый кошелек докупился, дорогие друзья, вы думаете, это просто так сделано? Я думаю, что это никак не просто так делается, я считаю, что действительно, они всех пытаются обмануть, чтобы все люди, разумеется, встали в шорт, чтобы люди не верили в продолжение роста, меня не переобудь, потому что я не слабые руки, Я действительно буду держать свои монеты до талого Мне все равно какая цена Мне все равно куда падает биткоин Если биткоин упадет еще ниже, то я докуплюсь Если биткоин будет расти и придет к моим целям А мои цели это 100 тысяч минимум То разумеется я начну постепенно фиксировать свои прибыли Мне совершенно все равно, что сейчас будет происходить Потому что я знаю, что это все манипуляции Я точно знаю, что все равно биткоин начнет расти рано или поздно Я знаю, что и дэш будет расти Потому что данный проект это очень сильный проект на самом деле Это в принципе оплата крипто Это основоположник, понимаете, оплаты крипто И уже можно оплачивать в магазинах покупки за монету дэш Поэтому я накапливаю ту криптовалюту, в которую я верю Которой, дорогие друзья, я сам пользуюсь Я действительно покупаю авиабилеты за дэш Я пользуюсь данной платформой Она мне помогает в принципе совершать покупки за криптовалюту И я, дорогие друзья, накапливаю ту криптовалюту, которой я пользуюсь И в которую я верю Я верю в дэш, я верю в биткоин Потому я не продаю свой биткоин Потому я только докупаю и увеличиваю свои позиции в Dash, я увеличиваю свои позиции в Zcash, в TRX и в другой криптовалюте, в которую, разумеется, я верю. Потому что я знаю, что цикл, во-первых, еще не закончен, потому что цикл не заканчивается ни страхом, ни вот такой кульминацией. Это, дорогие друзья, не кульминация, это середина цикла. Просто люди поняли эту тему, они начали залетать в криптовалюту, они понимают, что биткоин вечно растет и их нужно как-то обмануть. Манипуляторам невыгодно давать заработать всем, потому они это и делают. Потому идет вот это запугивание, понимаете, потому это все и делается. Кульминация будет в любом случае, я в этом уверен, я в этом даже не сомневаюсь. Я держу свои монеты и дальше, я верю в то, что, в принципе, данные циклы, они немного изменены. Зачем? Чтобы, разумеется, запутывать людей, повторюсь еще раз. Потому, дорогие друзья, я буду продолжать держать свои монеты, потому я буду увеличивать свою позицию в биткоине, если мне дадут еще ниже. Потому я не боюсь, я не трясусь, я не ухожу с этого рынка. Я точно знаю, что этот распил подобен данному распилу и что-то типа такого у нас все равно будет. И после этого, разумеется, мы пойдем в рост. Рано или поздно биткоин все равно отрастет, в этом я даже и не сомневаюсь. Собственно, накапливайте ту криптовалюту, в которую вы верите. Разумеется, готовьте сани летом, а плуг осенью и, разумеется, зарабатывайте. Если вы будете готовиться прямо сейчас, то через 5-10 лет, разумеется, у вас получится заработать. Если вы сейчас будете бояться, если вы сейчас будете фиксировать убытки, не дай бог, то, разумеется, вы, конечно же, потеряете. Это логично, это понятно. Здесь даже самый глупый человек поймет, дорогие друзья. Нужно просто понимать то, что умные руки не просто так закупают данные активы. Нужно понимать прекрасно, что они хотят заработать как можно больше. Поэтому они будут делать все, чтобы мы с вами теряли. Но если мы не будем отдавать свои монеты, если мы будем только халдить и докупать, то, разумеется, мы станем умными руками и, разумеется, тоже заработаем. Потому что, чтобы заработать, нужно только докупать и, разумеется, накапливать и, разумеется, халдить, дорогие друзья. Потому что тот, кто халдит, тот, кто только докупается, в любом случае заработает. Биткоин давал возможность заработать 7, он всегда растет. И нужно понимать, что данный тренд будет сохранен еще как минимум 5-10 лет. Почему? Потому что, в принципе, у биткоина ограниченное количество монет. И сейчас мы еще в самом начале, то есть принятие криптовалют находится в самом своем начале То есть дорогие друзья, скоро и страны перейдут на криптовалюту, разумеется Обложат это все налогами, и разумеется, это просто так все не останется Это все повлечет за собой рост цены, и конечно же, дорогие друзья, заработают только самые терпеливые Тот, кто не готов ждать, тот, кто не готов, разумеется, к потерям, тот и не готов к заработку Почему? Потому что нужно терпение Поэтому относитесь к рынку здраво, имейте здравую голову, понимайте то, что происходит изнутри Понимайте, что нужно терпение, понимайте, что вы заработаете в любом случае Даже не сомневайтесь в этом, просто инвестируйте свободные деньги Инвестируйте те деньги, которые, разумеется, не жалко потерять И вы точно заработаете, потому что эти деньги вам будут не нужны Если вы потеряете, то, разумеется, в жизни у вас ничего измениться не должно Но если криптовалюта вырастет, а она вырастет в любом случае, то, конечно же, вы заработаете В любом случае, крипта это будущее, это лишь мое мнение Это не финансовая рекомендация, я вам говорю то, что делаю я Я буду накапливать, я накапливал, и в принципе, дорогие друзья, я буду продолжать верить в криптовалюту и дальше. Почему? Потому что она уже применяется, она уже, разумеется, помогает нам оплачивать некоторые вещи криптовалютой. И в принципе, за вашими средствами никто не наблюдает. Вы прямо сейчас можете в любую страну отправить любую сумму, и никто у вас ничего не спросит. Почему? Потому что криптовалюта это децентрализация, потому что криптовалюта это наше будущее. Это нужно понимать и, разумеется, быть готовым к тому, что, в принципе, скоро зарплаты будут, разумеется, у вас в криптовалюте. На сегодня у меня все, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайк, если не поставили, также вступайте к нам в телеграм, потому что там все самое обычное и интересное. На сегодня же у меня все, всем спасибо, всем пока, друзья!